Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Ларисы Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Беспрецедентные меры социальной поддержки и поправки в Конституцию. Президент страны выступил с посланием к Федеральному собранию. Неоправданный риск на дорогах. В Самаре женщина попала под трамвай прямо на глазах сотрудников ГИБДД. 3000 километров не крюк. Самарский путешественник на автомобиле покорил север. Самым обсуждаемым событием минувшей недели стало послание президента страны. Эксперты назвали выступление Владимира Путина одним из самых дорогих посланий к Федеральному собранию за всю историю. Для реализации всех предложений главы государства потребуется вложить около 500 миллиардов рублей в год. Андрей Горгуленко расскажет о главных тезисах. В своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию. Они закрепят нормы о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. И о регулярной индексации пенсий. Изменения коснутся и новых требований к лицам, занимающим высокие должности. Члены Госдумы и Совета Федерации, федеральные министры и судьи не смогут иметь иностранное гражданство. Также поправки закрепят статус и роль Госсовета и обязанности Федерального собрания за формирование правительства. Поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть приняты парламентом. Но так как это существенное изменение политической системы, президент отметил, все поправки должны приниматься только народным голосованием. Мнение людей, наших граждан, народа, как носителей суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим. Все в конечном счете решают люди. И сегодня, и в будущем, и в выборе стратегии развития страны, и повседневных вопросов жизни в каждом регионе, городе, поселке. Основная часть послания затрагивала вопросы демографии. Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка. Новая мера должна помочь выбраться из демографической ловушки и обеспечить устойчивый и естественный рост численности населения страны. Теперь родители будут получать выплату в 466 тысяч рублей с рождением первого ребенка. Маткапитал за двоих детей составит уже 616 тысяч. Новое правило должно вступить в силу с 1 января 2020 года и будет продлено до конца 26-го года. Кроме того, президент предложил ввести ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Их будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Когда ребенку исполнится 3 года, установленные выплаты прекращаются. И значит семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Так, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить. Тем более, хорошо понимаю, что пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком. В Самарской области родители получают не только федеральную поддержку, но и региональную. В области с 1 января начали выдачу наборов подарков для мам, в которых есть все необходимое для первых дней жизни новорожденного. Сегодня подарки уже получили более 200 малышей. К концу года ожидается, что приятный бонус получат более 12 тысяч человек. Сегодня, конечно, решение, которое озвучено, когда материнский капитал уже при рождении первого ребенка будет выплачиваться, мне кажется, крайне важнее. Вы знаете, что на территории Самарской области мы приняли свое решение, чтобы поддержать рождение первого ребенка. Мы предоставляем с 1 января текущего года такой пакет, подарок, который обеспечивает всем первым необходимым младенцам эту молодую семью. Особое внимание президент уделил детским садам и призвал ускорить работу по созданию новых мест, особенно для ясельных групп. В Самаре задачи национального проекта «Демография» успешно реализовываются. За год появилось более тысячи дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Очередь в ясли почти закончилась, что позволило многим молодым мамам выйти на работу. Также президент затронул важность обеспечения учеников начальной школы горячим питанием. К 2023 году его будут получать за счет государства все школьники младшего звена. Андрей Горгуленко, События. Ликбез по ЖКХ. В Самарской области начинается серия семинаров для жителей. Встречи с экспертами пройдут во всех городах и районах. В планах на год обучить более 4 тысяч человек. О чем конкретно будет идти речь на этих встречах узнала наша съемочная группа. Как организовать ТСЖ, как правильно провести общее собрание жильцов и куда обращаться, если протекла крыша дома? Права и обязанности жителей многоэтажек расскажут эксперты на специальных семинарах. Они пройдут во всех городах и районах области. Прежде чем проводить эти занятия, мы будем интересоваться в районах, какая у них ситуация, какие вопросы наиболее востребованы, какие вопросы требуют объяснения и уже исходя из этого строить свою работу. Мы постараемся сделать так, чтобы у людей было системное представление об управлении домом, управлении двором, об управлении микрорайоном, об управлении в целом городской среды, потому что любая эта информация, она ложится на общее знание и общее понимание происходящих процессов. Проводить бесплатные семинары и консультации в сфере ЖКХ для советов домов, представителей органов местного самоуправления, ТСЖ, управляющих компаний, специалисты квалификационного центра ЖКХ и энергетики будут совместно с ГЖИ, фондом капитального ремонта и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Что касается Самарской области, действительно, вот сейчас уже есть даже госзадания на проведение этой деятельности, это очень важно, но не все регионы могут этим похвастаться, я могу там назвать только 3-4, где вот такая прямая государственная поддержка на эту деятельность идет. Мы сформировали для него в этом году впервые за всю эту историю государственное задание, которое предполагает наличие и ставок необходимых, и людей квалифицированных. За только текущий 20-й год мы планируем обучить порядка 4 тысяч человек. В планах на год провести порядка 200 семинаров по ЖКХ. Также тематические семинары будут проходить в квалификационном центре в Самаре по адресу Революционная 107. Информацию о точной дате и времени можно уточнить на сайте или по телефону 260-22-94. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. С начала отопительного сезона в Самаре произошло 18 случаев отравления газом и еще 2 ЧП в области. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Почему растет печальная статистика, разбирались эксперты на совещании в областном правительстве. Что планируют предпринять, узнала наша съемочная группа. ЧП в 24-м доме на улице Гвардейской случилось в ночь с 10 на 11 января. В больницу с отравлением попала целая семья. Трое взрослых и два ребенка. Все остались живы. Они отравились. Муж был на работе. Пришел с работы. Они все лежали без сознания. Вызвал скорую. Без скорых приезжала. И что-то уже где-то под утро, часа в три утра сильно там стучали. И то долбили. Жильцам одного из домов на Гагарина повезло меньше. От отравления погибла женщина и ее маленькая дочь. Позже выяснилось, что вентиляция была неисправна. Причем проверку газового оборудования проводили в доме накануне трагедии. Газовая компания пришла. От сих до сих свое проверила. Тяги нет. Запрещайте эксплуатацию оборудования. Ставьте пломбу. Закрывайте. Закрывайте кран. Ставьте пломбу. Отправляйте документы в жилищную инспекцию. Статистика отравлений в области ежегодно растет. По информации МЧС, в регионе с начала топительного сезона произошло 20 случаев. Два человека погибли. Для сравнения, в 2017-м таких ЧП было пять. Среди основных причин участившихся случаев отравлений специалисты называют неисправное газовое оборудование и отсутствие вентиляции в помещении. Участники совещания сходятся во мнении. Работу по проверке необходимо усилить. Представитель газовой компании посетовал, что жильцы не всегда пускают газовиков в квартиры и вовремя выявить утечку порой невозможно. На что в Рио министр энергетики и ЖКХ посоветовал лучше выстраивать работу с населением. Если вы позвоните жителю, предупредите его о том, что завтра к вам в 10 утра придет наш сотрудник, который будет в специальной форме, иметь удостоверение, тогда, естественно, и жители откликнутся на такую работу. Они будут понимать, что это плановая работа, нужная для них. Ситуацию будут держать на контроле. По итогам совещания принято решение создать специальную комиссию, куда войдут представители региональных властей, МЧС и газовых компаний. А также усилить проверки домов, где используются водонагревательные котлы и колонки. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. В Самаре обнаружили бракованную партию студенческих транспортных карт. Их оперативно изъяли из оборота. Куда обращаться, если возникают проблемы с проездным, расскажет Андрей Горгуленко. Целая партия студенческих транспортных карт оказалась бракованной. Это стало ясно, когда их владельцы попытались пополнить счет. Деньги просто не зачислялись. Ошибку выявили в одном из офисов при продаже платежного инструмента. Перед продажей наши технические специалисты обязательно проверяют все карты на наличие считываемости. И обнаружилась данная ошибка. Сразу же связались с изготовителем, выслали всю информацию, проводятся экстренные меры. Брак связан с техническим производством изготовителя. Вся партия была изъята из продажи в срочном порядке. Потому самарские студенты проблем с зачислением средств не заметили. Очень удобно платить транспортной картой. Замечали ли какие-нибудь забои, может, в последнее время? Нет, такого не было. Меньше сумма оплаты проезда, плюс... Не надо таскать с собой мелочи. Берешь карты, оплачиваешь. Без проблем. Если проблемы с зачислением денег на карту все же возникли, то необходимо обратиться по телефону горячей линии. Он указан на ваших экранах. Либо в офисы компании на улице Фрунзе, 70, и на улице Мариса Тореза, 67А. При себе нужно иметь лишь карту и паспорт. Одна поездка по студенческой карте сейчас стоит 16 рублей, что вдвое дешевле обычного билета. За безлимит на месяц нужно заплатить 800 рублей. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Вторая жизнь новогодних деревьев. В Самаре после праздников сотни елок отправились на переработку. Елочные опилки идут на корм для лошадей. Как из главного праздничного атрибута делают полезное лакомство, узнала Мария Левина. Любимое лакомство красотки Зары – елочная щепа. Поэтому и Новый год она ждет с нетерпением, рассказывает ее хозяйка Екатерина. Еда из бывших новогодних ели еще и очень полезна для сколкунов. Их здоровье на самом деле на грани всегда. Вот что-то, некачественный корм, какая-то не та травка. Это очень даже полезно. Лошади очень любят дерево, у них улучшается пищеварение, они их грызут, у них есть смолы у елок, которые для них очень полезны. А также щепа у нас используются для подстилки. Щепу у конного клуба с этого года предоставляет региональный оператор. Она получается после переработки новогодних елок. Здесь заканчивается праздник «Зеленые красавицы». Главные героини новогодней ночи перерабатывают вот такой монстр с громким мотором. За раз он уничтожает неограниченное количество пушистых красавиц. Такой способ переработки новогодних деревьев более экологичен и позволяет быстро избавить самарские дворы от хвойного мусора. С начала года уже уничтожено больше тысячи деревьев. Она является экологичным продуктом, который можно использовать, например, для подстила, естественного подстила для животных, в зоопарках, конно-спортивных клубах. Также эта щепа может использоваться для садово-хозяйственных нужд. Василий Заводский свою работу любит и считает полезной. Говорит, здорово, что новогодние деревья еще сослужат службу животным. Было бы грустно, если бы они без пользы доживали свой век на полигоне. На свалке они не будут перегнивать, а это будет выходить в те же самые конюшни, как бы подстилка для животных, как бы в помощь, зоопарка. Ввозить елки из самарских дворов на переработку будут до начала февраля. Для того, чтобы она пошла в дело, нужно оставлять зеленую красавицу рядом с контейнером, чтобы она не смешивалась с другими отходами. Мария Левина, Василий Кладашов, События. Самарские пешеходы – одни из самых безрассудных в стране. В прошлом году на дорогах города погибли 26 человек. Статистика несчастных случаев пополнилась. На пересечении улиц Вилоновской и Галактионовской женщина едва не закончила жизнь под колесами трамвая. Елена Малютина узнала, что заставляет людей рисковать. По словам очевидцев, 60-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. В середине проезжей части она остановилась рядом со столбом опоры, чтобы пропустить транспорт. Что случилось дальше, толком никто пояснить не может. Одни говорят, что ее зацепил трамвай, другие, что женщина потеряла равновесие и качнулась в сторону рельсов. По предварительным данным, она получила черепно-мозговую травму. Наезда на пешехода не было. Касание с трамваем было или нет, еще надо разбираться. Потому что, со слов водителя и свидетелей, она вышла из-за опоры, если вот ее посмотрите, да, там, то есть могло и не видеть человека. Было темное время суток, соответственно, и водитель просто в зеркало увидел что-то непонятное пятно, которое как-то упало. То есть, и все. И сразу остановился, сообщил, вызвал все службы. В прошлом году в Самаре по вине пешеходов произошло более 200 ДТП. Чтобы сэкономить время, многие идут на неоправданный риск, переходя дорогу в неположенном месте. Причем, ни интенсивный поток машин, ни даже присутствие сотрудников ГИБДД не смущает нарушителей. Во время рейдов с такими лихачами проводятся беседы. Подвергайте свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения опасности. Так делать нельзя. Будьте внимательны в следующий раз. После беседы сотрудники ГИБДД фиксируют паспортные данные нарушителя в общей базе. Если пешеход нарушает правила повторно, ему выписывают штраф 500 рублей. С начала года сотрудники ГИБДД выявили уже более 500 таких авантюристов. Игнорируя правила дорожного движения, невнимательность и спешка становятся нормой поведения участников дорожного движения. А как следствие и причиной дорожного происшествия. К сожалению, на улице нашего города мы часто наблюдаем такую картину, когда пешеходы лавируют между автомашинами и переходят проезжую часть на установленном месте. Пешеходы, нарушившие правила дорожного движения, смущаются и на камеру говорить отказываются. Зато остальные самарцы уверяют, что правила соблюдают. Нужно переходить по пешеходным переходам. Можно попасть под машину, ну и создать какую-нибудь аварийную ситуацию. Когда загорелся зеленый, тогда идти. Если он там уже мигает, подошел, значит переходить не надо. Надо дождаться, когда загорится новый уже зеленый свет. Лучше себя безопасить. Я считаю, что это отрицательно, во-первых. Потому что это опасно и подвергает и водителя опасности себя. Также водитель может испугаться, выехать на встречку и будет аварий. Сотрудники ГИБДД говорят, здоровье и жизнь пешеходов в их руках. Внимание нужно проявлять всегда, даже на пешеходных переходах со светофорами. Нужно убедиться, что водитель остановился на красной и готов пропустить. Елена Малютина, Максим Гусев, События. С выше трех тысяч километров по северному бездорожью. Самарский путешественник отправился из Красноярска в Якутск на автомобиле. Ночлег в палатке, еда в сезонных придорожных кафе и самое главное – испытание силы воли. Своими впечатлениями путешественник поделился с Марией Левиной. Самарец Алексей Жарухин – путешественник со стажем. За последние 10 лет он объехал более 50 стран и почти всю Россию. На этот раз вместе с единомышленниками решил покорить север страны. На внедорожнике отправился из Красноярска в Якутск. Почти неделю в мороз авантюристы ехали по бездорожью. Я считаю вообще, что каждый гражданин нашей страны обязан в первую очередь посетить свою страну. Потому что очень многие бывали во всяких Турциях и Египтах, но при этом нашу страну почему-то дальше даже за Уралью не посещали. Я патриот, мне интересно увидеть нашу страну, интересно об этом рассказать людям, интересно, чтобы все тоже туда поехали, увидели, что у нас на самом деле не хуже, а намного лучше, чем в других местах. Перед поездкой машина путешественников прошла специальную подготовку, ведь ехать предстояло по зимникам. Это такие дороги, которые появляются только зимой, когда замерзают реки и болота. Такого испытания обычный автомобиль не выдержит. Поездку любители драйва решили взять с собой теплую одежду, спутниковый телефон, чтобы всегда оставаться на связи. И, конечно, хороший запас еды. Спали в специальных арктических палатках, установленных прямо на крыше машины. Друзья, народ требовал жертв, а точнее моего сна в этой палатке. Но я его не бросил, я его поддержу. Жертвы будет две сегодня. В такой палатке не замерзнешь, она отапливается, тепло поступает из машины. Питались спутники в основном в пикетах. Так называются сезонные кафе, которые устанавливают только зимой. Главным образом для водителей грузовых фур. Кафе. Здесь стоит огромное количество техники. Приехали на обед. И мы тоже заглянем перекусить. Наибольшее впечатление, по словам Алексея, на него во время поездки произвела братская ГЭС и легендарная кимберлитовая трубка «Мир» в Якутии. Это первое месторождение алмазов, которое начали разрабатывать в Советском Союзе в 1957 году. Имеющие коническую форму и диаметр почти полтора километра. На феврале у Алексея запланированы новые туристические победы. Он разрабатывает маршрут по Арктике. Впереди около 6000 километров, которые он планирует преодолеть, все так же на автомобиле. Алексей мечтает увидеть северное сияние. Олег Зверев, Мария Левина, Максим Гусев. События. На минувшей неделе стали известны имена лауреатов конкурса СМИ на призы губернатора и премии «Золотое перо». Среди журналистов, чей труд был особенно отмечен, есть и наши коллеги. Анатолий Головко побывал на торжественной церемонии. Очередная престижная награда в копилке «Самара ГИС». Губернатор Дмитрий Азаров отметил лучших журналистов региона. Среди лауреатов конкурса шеф-редактор нашего телеканала. Анна Назарова пришла на информационный портал в июне 2019 года. За короткое время вместе с командой она сумела наладить работу сайта, вывела его в топы популярных поисковых систем и разработала концепцию информационного ресурса. Сейчас сайт телеканала «Самара ГИС» – динамично развивающийся портал, который ежедневно посещают тысячи жителей губернии. В этом году формат конкурса, который проводят восьмой раз, изменился. Журналисты боролись за звание лучших в 12 номинациях, соответствующих 12 национальным проектам. В творческом соревновании участвовали 160 журналистов из 57 СМИ. Работу Анну, посвященную реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин, по достоинству оценили члены экспертного сообщества. Хочу в первую очередь сказать спасибо руководству телеканала, моим коллегам, которые поддерживали и помогали меня, ну и, конечно же, родителям, которые верили в меня. Это большая честь. В этот вечер губернатор подвел и итоги конкурса «Золотое перо губернии», который проходит с 1998 года. Обладателями престижной премии являются главный редактор телеканала «Самара Гис» Елена Орлова и шеф-редактор Инга Пеннер. В 2020 году лучшие журналисты получили из рук губернатора благодарственные письма и статуэтки. Анатолий Головко, Василий Голдашов. События. В номинации «Демография» была награждена и Ольга Шелест, как общественный деятель, который активно занимается судьбами детей-сирот. На нашем канале Ольга выпускает программу «Право на маму». Январь продолжает удивлять самарцев аномально теплой погодой, которая вносит свои коррективы и в традиции празднования крещения. В этом году на Волге самарцев будут встречать не священники, а силовые патрули. Елена Малютина продолжит тему. Крещенских морозов ожидать не приходится. Лед этой зимой не достигает безопасной толщины, поэтому специалисты не рекомендуют окунаться в воду в открытых водоемах. Традиционных купелей на Волге в этом году не будет. И чтобы избежать несчастных случаев, берега будут патрулировать сотрудники МЧС, спасатели и полиция. Особое внимание уделят полевому и некрасовскому спускам, пляжам на девятой просеке Советской армии и Красной Глинке. Для охраны общественного порядка на крещение в Самаре привлекут более 400 сотрудников полиции. Помогать им будет добровольная народная дружина. В момент купания выход ошляется массово. И это увеличивает возможность провала под лед. В связи с этим настоятельно рекомендуем ни на какие водоемы не выходить. Если есть большая необходимость и желание в хрещенские купания ощутить данный обряд, рекомендуем идти в церковь. Есть в городе церковь, где находятся купели. Наряды также будут выставлены и в местах вероятного купания. Таких мест у нас пять по городу. Для того, чтобы как-то удерживать людей от непродуманных поступков. Врачи тоже предостерегают. Крещенское купание в проруби может нанести вред здоровью. Это касается людей с хроническими заболеваниями и детей. Если вы все же запланировали экстремальное погружение, необходимо подготовить организм. За несколько недель до крещения принимать контрастный душ, не употреблять алкоголь. За полтора часа до омовения плотно поесть, желательно белковую пищу. Одежда должна быть из натуральных тканей и желательно на замке. Естественно, нужно быстро раздеться, сделать какие-либо упражнения, буквально несколько секунд на крупнейшие группы мышц. А на крупнейшие группы мышц самым лучше будет приседания. Буквально раздеться с приседаний. И окунаться. Человек, который не является моржом, который не практикует регулярное экологичное купание, голову мочить нельзя вообще. Быстрое погружение, выход, растирание сухим полотенцем, сухая одежда, максимально быстро в теплое помещение или в машину. Можно несколько глотков чая, кофе горячего. Представители Самарской епархии рекомендуют в крещение сходить на службу, причаститься, взять освященную воду и окропить дом и всех близких. При этом в купель окунаться не обязательно. Ни церковного какого-то постановления, то, что каждый должен купаться, нет. Вот на освящение просим о том, чтобы эта вода была в освящении самого человека, в освящении домов. Для исцеления тела и души. То есть, как божественная благодать, она не мочитующее врачует, то есть, что болит, исцеляет, да, и оскудевающее восполняет, что пропадает, заполняет. Только у нас все почему-то порой непонятно как. Воду набрать, ну, нужно-то взять просто-напросто воды. Большинство самарцев в крещении предпочитают все-таки не окунаться в прорубь. Но во многих семьях существуют свои традиции. Мы ходим обязательно в церковь, берем воду освященную, которая прошла уже именно вот при службе. От состояния здоровья, кажется, сам по себе решает, можно ему или нельзя, потому что можно и навредить здоровью. Батюшки тоже говорят, что это не каждому можно. В моем детстве вообще никогда в открытых водоемах не купались. И вообще, когда был период атеизма, вот поэтому, я думаю, кому как хочется. Дело не в том, где и как, а дело в том, с чем в душе. Ну, хочется, пожалуйста, под душем встань, там, окунись, в храм сходи, или на улицу просто вот с друзьями. Ну, я думаю, что если у человека есть в этом нужда, почему бы не попробовать, чтобы потом всю жизнь знать, надо ему это или нет. Праздничное богослужение проведут в 77 храмах, но купели будут организованы не везде. Точные адреса появятся позже. Елена Малютина, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова